Итак, дорогие друзья, наступило то время, наступила та пора, которую вот так долго ждали в своих жизнях. Да, это именно то, это именно оно, это самый настоящий шоу-матч всех шоу-матчей в истории, во вселенной, в двух, в трёх, в четырёх вселенных, которые существуют. Я не уверен, может быть, их больше на самом деле. Есть такие теории. Что ты по этому поводу думаешь, Анисара? Здравствуй, Евгений, здравствуйте, дорогие зрители. Вот знаете, наверное, это тот матч, которым вы бы назвали себя, видите себя. Ведь большинство комьюнити считает, что проигроки нубы, и они не умеют играть. Но сейчас, по идее, они играют на том самом уровне, в котором встречаются, наверное, типичный тиммейт матчмейкинга, как бы сказал любой человек из чата. Ну и, в принципе, Best of 1 серия, да, как ты говорил, да? Да, по-моему, это будет только Dust. На Dust 2 будет очень весело посмотреть. Вот меня больше всего угарнуло именно не с того, что вот там геймпады, рули и всякие джойстики. Это вполне себе реально. Guardian играет на пульте от телевизора. Это как вообще? Это где он там нажимает? Это что за пульс? Так, у меня даже есть, пока у нас начинается, дорогие друзья. Можете запоминать или можете написать даже в чат твича. Виртус ПРО. Кубен играет на трекболе плюс клавиатуре. Нео на колесе, в смысле для гонок. Бьялин на контроллере Xbox. Стаз играет. Виктор Войтес на Air Mouse плюс клавиатура, прошу прощения, Snacks на джойстике. Это команда Виртус ПРО. Флейми играет на трекболе плюс клавиатура. Эдвард на колесе. Симпл на Xbox контроллере. Guardian на Air Mouse. Соответственно, Сист на джойстике. Сист у нас повелитель. Повелитель джойстика уже отъехал. Сист остался в Флейме. Пытается Флейме здесь что-то сделать. Стреляет в дырку, не попадает. Guardian зато убивает всех, потому что он просто может. Это же Снафер, вы посмотрите. Это Таим, боже мой. Я никогда в жизни такого не видел. Это Аймлок, это Аймлок. Та Саймлок будет просто по стенам. Не пытается даже выстрелить. Перезарядка не дает ему этого сделать. По-моему, для Симпл это будет изикатка. Ему даже не нужно ничего делать. Он просто подходит, нажимает одну кнопку и дефузит бомбу. Он даже в небо может смотреть и дефузит бомбу. Какие вопросы? Подожди, сложно. Анишара сложно в небо смотреть. Саша постарается, конечно, посмотреть туда, куда надо. Но тут видно, что здесь, конечно, прям совсем тяжело. Второй раунд этого невероятного эпичнейшего баттла между Natus Vincere и Virtus Pro на сладком-сладком D-Dust 2, дорогие друзья. Вот он, вот он, Гвардиан, настоящий защитник вообще всех вселенных, из всех возможных настоящих героев всех супергеройских комиксов. Давайте посмотрим на Сизда. Повелитель Джойстика сейчас играет вместе с Нигеевым. Джойстик плюс Нигеев это имба, которая не контрится в Вальве. Не хотели это вообще разрешать. Но все-таки мы договорились с Вальве, что, пожалуйста, дайте Сизду Джойстик и Нигеев, и он справится вообще просто. Он остановит Метеор в космосе. Там у Гардиана был небольшой миск, контроль, по-моему, управление, но проход на лонг. И посмотрите, тасс вообще, он не парится, он на трекбольже играет, да, такие тассы. Точно или не точно? Он очень хорошо вводит просто со скаута, здесь Гардиан может без шансов отлетать. Вот вам и снайпер, но нет, делает минус два. Слушай, этот, этот, эйрмышка, да, очень даже неплохо помогает вводить Гардиану, и Сенкин спрей довольно-таки неплохо. Но вот Сизда с Нигеевым, к сожалению, мы не увидели на реализации. Подожди, надо бомбу, надо задевьюзить бомбу, это не так просто, как кажется. Сиз старается, пока получилось. Не с первого раза сначала прыгнул, это чтобы на бомбу, видимо, лучше сесть. То есть все хорошо, чтобы уже почувствовать, соответственно, ее всем своим телом. 2-0, дорогие друзья, в пользу команды Na'Vi. Na'Vi вообще не ощущают сейчас польских медведей, потому что это прям вот настоящие девайсы для игры в Counter-Strike. Никто об этом не знал, потому что ни у кого не хватало смелости проверить. Эти две команды самые смелые во всем мире на данный момент. Virtus.pro и Natus Vincere. Болейте за которую хотите. Нигеев у Сизда, М4А4 две штуки, М4А1С у Эдварда, и у Симпла есть Юмпика. Ну что ж, Virtus.pro начинает забегать уже к Убине, отъезжает от Флэми, пытается стать здесь расконтролью, пытается у него, получается это делать, остается Бьяля, остается ТАСС против четверых игроков из команды Na'Vi. Na'Vi, конечно же, больше пытается Гардиану что-то сделать. Не с первого раза, конечно, залетает, но... Белый, белый, как же он водит по стенам-то проход на Аплант через лонг? Спокойно дают сделать именно Natus Vincere, но, по-моему, сейчас ТАСС будет разваливать с Бизона или будет разваливать стену, но какая разница, это не Battlefield, это просто стрельбеги, и как бы, ну, все нормально. Na'Vi пока что-то чувствует себя комфортно, Ну, вот я думаю, а есть ли какой-то геймпад, который не дает возможности, например, вниз посмотреть? Он существует вообще? По-моему, все дает вниз посмотреть, да? Нет, не обязательно. Есть возможность у разных девайсов, например, чисто летательных каких-то таких, вот, чтобы залучить одну из осей, например, одну из сторон осей. Но здесь Флэйме в голову убивает Виктора. Вот это за Флэйме, что ты делаешь вообще? Это настоящий бог Counter-Strike, боже мой! Остается Simple, но это абсолютно не важно, потому что Natus Vincere ведут уже 4-0. Я даже могу включить вам экономику, вы посмотрите. То есть, Valve, пожалуйста, пофиксите это. 10 тысяч у Флэйме, это незаконно! У него и так... 4 единицы. У него... Действительно, 4 единицы? Это скрытый пул. Скрытый пул, 4 единицы. Как? Как это вообще должно работать? Как? У Флэйме трекбол, дорогие друзья, просто он настоящий космонавт, виртуальный космонавт СИС начинает подгорать. Ну-ка, всё-таки... Там Simple проблемы. Убиваю, да, Simple. Пытается расконтролить своё ВП. Сейчас новое, вот... Вот это, понимаете, вот просто... О, вот это вот вообще! Вот, ну выстрел моей мечты! Пытается аккуратненько посмотреть, посмотреть, какой контроль прицела. Этот человек, он может всё сегодня. И, может быть, он всё-таки выиграет этот раунд, но пока не получается. Остается Бьяли, остается Нео. Нео, как Нео из Матриц. Он пытается уворачиваться от пыль противника, но не до конца. Остается Гардиан, он сейчас будет против Бьяли. Клад ситуация для Ладьи Славакова, и он тащит, как настоящий Гардиан команды Na'Vi 5-0. Слушай, я тебе и говорил о том, что там у кого-то вниз не опускается, как бы, спрей. У Белого руль, походу. Он только по оси и ксу может двигать мышкой. Это довольно-таки странно, но... Да ладно, скорострелка от Флэми! Оу! А что это сейчас будет, если он на трекболе ищий со скорострелки будет попадать? Но нет, там АВП от таза. Ну вот, таз пересилился его визави. В итоге также выбирает Насгардиан, Снак забирает Эдварда. И в итоге проход на лонг, АВП 90 от Нео, и, походу, Симпл забрал Белого. Возможно, Сист, подожди, через мидл здесь работает, может быть, пойдет на шорт. Он сейчас с петухом. С этим девайсом можно очень много делать, он остался один против двоих, но, может быть, может быть, в Систе проснется Джон Рэмбо. Я чувствую, я чувствую фибрами души, что сейчас Сист будет делать вот эти все вещи. Он начинает сцелять, пытается расконтролить по 90, но Виктор Войте все-таки держит Марко. Настоящий польский чемпион. Он 5-1 в пользу Нави. Он вводит по кругу, как будто бы играет с дробовика. Серьезно, получается ощущение, как будто бы, ребята, играют в Battlefield просто на дефолтных девайсах. Там такая же история, между прочим. Но получается XM для Белого. И вот насчет XM я бы посмотрел. Там, по-моему, очень интересный спрей может получиться у Белого. Он выходит в мидл, Сист, Вандер идет и пробегает спокойно, но Белый будет, скорее всего, закрывать у оппонента вместе с... Ну и есть минус, спасибо. Слушай, ну как-то... Симпол будет отъезжать, потому что убили настоящее оружие войны. Он просто делает все киллы, которые, возможно, даже целых два. Умерло, правда, три человека. Я в математику в школе не проходил, прошу прощения. Остается и Иоанн Сухарев. Иоанн Сухарев не может убить Бьяли, но... Ой! Если получится, не попадает в голову, все еще не попадает слизко, он слишком низко, он справляется! Живи! Иоанн Сухарев, Иоанн, за что ты нас покинулся? За что ты нас покинулся? Это было просто фаталити. Ты видел, он не мог навестись, в итоге пришлось даже строй симулировать, и в итоге он попадаешь. Самое интересное, сейчас Наре начинает отдавать раунды свои, причем, ну, наверное, не по ошибкам, а просто пристрелялись. Виртуз Про, и скоро два АВП в защите может быть весьма-весьма кстати. Ну что ж, Хосе Кубини, он же Кубен, он же Якуб из золотой пятерки польской в свое время, которые выиграли вообще все. Правда, в другом контрстрайке, Гарден все-таки контрить, все это дело пытается расконтролить ух ты своем, кого что значит снайпер. Он снайпер в душе, с любым девайсом снайпер стреляет ровно посередине тела, потому что СВП можно убить в тело. Виктор Войтас пока что по Флейме здесь пытается попасть. Флейме не может расконтролить АВП, но все-таки убивает Бонкери и от Флейме даблкил и в итоге трипла. От Гардена даблкил от Флейме трипла. Слушай, ну 6-2 пока что в пользу Нави. Самое время поменять девайсы Флейме, потому что он как-то слишком жестко играет. Ты заметил, он вообще не промахивается практически. Подозрительно. Подозрительно, может быть, это тот самый членик, столько уже у молодого поколения. Поднастроили ребятам, поднастроили, но в итоге в атаке АВП отсутствует и занятие Ланга против Симпла, может быть, не очень-то и убедитель. У Таза самый настоящий девайс войны, то посмотри, но не справляется все-таки Бизон. Остается Нео, остается Снексимус. У него АК-47, но совершенно, в принципе, обычная вещь, но может быть, в этот раз у Снекса получится. Ну-ка, настоящий матчер кластей. Что вообще? Кластер матчей, вы меня поняли. Короче говоря, не получается у него ничего. 7-2 счет в пользу Нави. Это практически выигранная первая половина. И Сист берет себе тоже орудие войны. Ему не хватает только моей одежды и мотоцикла. Нет, стоп, у него уже есть моя одежда. Значит, только мотоцикл. Анишар, у тебя есть мотоцикл? Мотоцикл? Нет, он в планах. Был, по идее, Сист играет на джойстике, который только двухпозиционный. Вперед-назад. У него не четырехнаправленный. Он на мышке играет. Ну, это значит, что надо идти только вперед, потому что назад, ну, мы знаем, кто ходит назад. То есть, никто не ходит из нормальных людей назад. Все идут только вперед. Флейми пытается прочекать мидл сейчас. У него пока что не получается. Нео убивает все-таки Сизда. Ну-ка, Гарден, Гарден, как обычно, на высоте даблкил просто за бесплатность. Ничего, остается лишь один бьяли против почти что всей команды Натус Винцера. Проход через лунг от белого, и у него есть возможность Диггла, может быть, попасть по кому-то. Эдвард на пленте. Эдвард. А-то, ну, нормально, нормально пойдет. Небольшой такой спрей в исполнении Эдварда. Слевообразный, белый, перестраивая и на лунг, и на си, слушай, сенцы не хватает, по-моему. Но это Диггл виноват. Ну, так этот пистолет, он вообще не стреляет, ты понимаешь, а не шара. Господи, эти Диггл, столько семей погубили, я видел, как из моей парадной два мужа уходили от своих жен, потому что их подвел Дизерт Игл. Два, понимаешь, из всех возможных четырнадцати. Почему четырнадцати? Ну, перепись населения, естественно. Ну, я эльфов не считаю, конечно. А, понял, понял. Держи в курсе, держи в курсе, в атаке. Теперь у нас одни фармганы остаются. Флейми, дабл дает, просто на мид, делает уже минус три, и походу у Снакса проблема с управлением, Хьюстон, у нас потерялось управление, Флейми делает минус четыре. Бьяли, 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 это орудие войны, оно работает, но его режет сзади Гардиан, потому что этот человек, на самом деле, делает очень много для своей команды, восемнадцать фрагов, вы только посмотрите, у Флейми лишь двадцать два. Это чуть меньше, чем у Гардиана, но Гардиан, я думаю, его скоро догонит. Вот он начинает расконтраливать уже свой девайс, он начинает понимать, как он работает, я сейчас ловлю эпилептирую, эпилептический припадок, уже словил обратно вернулся, все нормально, девять два, пользу нату Свинцера. О, Флейми разошелся, сделал еще один минус с прострелом через дверь, там выход на Б, Рожби, Рожби, Майфренд, Майфренд, Входу, Сист просто еще стоять в стенку, нормально, нормально, Гардиан пытается, пытается, перезаряжает свое орудие войны, убивает одного Флейми, второго Гардиан, третьего, вообще просто вся команда польских медиадепады пытается Виктор Войта что-то делать, он настоящий гангстер здесь, он стреляет, как настоящий гангстер, я такой фильмах видел, я видел такой фильмах, дорогие друзья, но Флейми все-таки делает свой килл, это трипл для него, и 10-2 все-таки в пользу нату Свинцера. Так, слушай, ну надо полякам собираться, что-то как-то слабовато, не похоже на себя, парочку раундов удалось взять, но не более того. Надо найти свои берлоги, точнее, надо наоборот вылезти, вылезти из своих берлог, да, пока не получается, посмотрим, посмотрим, что будет дальше. В любом случае, Флейми пока очень хорошо с Гардиан справляются на мидли, вот с Наксой не впервые, уже отстреливают у Гардиана, вот слушай, ну реально, как будто бы играть на мышке, почти в один универ. Талантливый человек, что еще можно вообще добавить, ну-ка, Нео на банке, скрытно находится, пытается влезть в угол, но не получается, его не чувствует, его не чувствует, Нео, настоящий Нео, как в фильме про Нео, это тот самый Бративачевский, о господи, прям это, это Смит против него, он убивает его, боже мой мир спасен, дорогие друзья, мир спасен. Мир не спасен, потому что он остался 1-2, как минимум, ему еще нужно выжить, иначе его накроет, бомбы подбирает, и тут близкий Сид с Флэмми, Флэмми-то вообще не прощает, если Сид может промахнуть, а что Сид, он Афакайвича, а, понял, Сид, руки в пол, голову, просто на капот, десерт игл, бам-бам-бам-бам-бам-бам, вот это да, 11-2, первая кровь, ну-ка, озвучь, давай, первую кровь, first blood, о, пойдет, пойдет, в итоге-то, в итоге-то есть два авика, снова в обороне, Guardian, Guardian вернулся, КВП, боже мой, это надо лицезреть, смотри за Guardian, за Guardian, ну давай посмотрим, там у нас на камере, на руле, товарищи играют тоже, руль наверное самый интересный, девайс, очень интересно было самому было попробовать, Виктор Войтас, пока что в темке нижней, находится, его принимает Flame, но Хосе Кубини моментально его разменивает, сняла все-таки, рядом был свидетелем того, как пал его противник, и Flame пытается с темки выйти, в итоге, да, я верхнюю тэшку, Guardian, но у зуба, ууу, есть и второй, скорее, подождите, второго нету, но Flame не под, не подкачал, тоже три покерса, ну флэм реально будет MVP в этом матче, тридцать один на пять, тридцать один на пять, слушай, это читер, это, ну что ж, посмотрим, вон нам показывают, игроков команды Virtus.pro, они все собраны, как никогда ранее, дорогие друзья, ну что ж, пятнадцатый раунд первой половины, важный раунд, ну как сказать важный, Virtus.pro так же защиту, что могут взять, просто ищет, было бы прикольно, если бы не двойцы мы поменялись, играли на одних, во второй половине других, ну-ка, ну-ка, на мосту сейчас, Стас, но все-таки его снимает, Guardian играет слишком хорошо, по-моему, он тренировался с этим девайсом, но сего момента, есть у меня такое предположение, сис пытается, я расконтролить, здесь угол, ничего не получается, Кубини, Кубини прячется, пока что, ну-ка, 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 пытается просматривать, пытается, его все-таки забирает, из просвета, прямо Симпл снимает его, ну что же, три АВП, дорогие друзья, против двух автоматов, Калашникова, что же лучше, снайперская винтовка, Арктирк Модерн Варфаре, или, соответственно, снайперская винтовка, Арктирк Модерн Варфаре, я даже не успеваю договорить, 15-й раунд, первая половина кончается, 13-2, Натус Винцеры, как никогда, сильны, сильны, как никогда, мне кажется, не сильны, нави, а флейми, он, просто говоря, тут задрот фифы, как бы, все дело, я теперь понимаю, почему такие результаты, 32-6, я теперь не говорю, 32, просто чувак сидит, играет за всю свою команду, я думаю, что даже Мишки думают, что-то нечисто, по-моему, надо флейми отобрать его геймпад, и посадить на что-то другое, ммм, да, я думаю, что это, это его девайс, он нашел, с чем играть в Counter-Strike, и после этого, я думаю, что все будет хорошо, если даже есть какие-то спады, команда нави, то именно с этим девайсом, я думаю, с этими девайсами, может быть, они будут тащить, второй пистолетный раунд, на ваших экранах, Кубини здесь вылезает, пытается расконтролить свой успех, получается убить, в живот своего оппонента, пытается попасть по Систу, не все получается, Сист просто бегает, как настоящий бог, но, к сожалению, пули находят и этого бога, Тасс остается пока что не один, но может быть, он убьет сейчас кого-нибудь, Симпл Флейми вдвоем, против Виктора Войтеза, и Нео, Филипп, Филипп, Симпл умирает от Виктора Войтеза, остается лишь один Флейми, Флейми понимаешь, что на нем висит надежду человечества, Он король этой игры, он король этой игры, справляется с одним, справляется и вторым, ну, не хватает, правда, еще ему до конца дострелить, дать КП у Таза, что это? Это можно на нож посадить, я думаю, что наживет самый популярный товар в этой игре, но, благо, Флейми делает уже еще квадрокилл, ну, и 36 на 6, как бы, несложная математика, но 36 на 6. Вальве надо пофиксить Флейми, мы должны написать коллективную петицию, чтобы Вальве пофиксили Флейми, потому что это, это невозможно, это просто 36 на 6, нельзя так делать, просто нельзя так делать, это не должно так работать, Егор Васильев, бодиблок своего же, но Нави пока что могут себе это позволить, все-таки Снекс снимает Флейми, Систера справляется с Хосе Кубеньо, Снекс, 16 хп у него, буквально одна пуля, и все будет кончено, Сист видит оппонента и убивает его орудия войны, дорогие друзья, Терминатор с таким ходил, знаете, чем закончился, вторая часть, и первая часть, и третья часть, сколько вообще Терминатор вышло, я не знаю, у меня выпустили из психбольницы буквально вчера, ой, тут походу, Снекс решил зафармить всех и вся, Эдвард даже не понимает, что происходит, перезарядка, и тут вот этот вот злючий, злючий нож от Снекса, в итоге бомба в коробке, эсист, чекается подряд, слушай, это походу будет дуэль, дуэль, но Снекс не решил согласиться на нее, и третья рамда Virtus.pro, ну, во всяком, во всяком случае, Virtus.pro хотят комбайчить, но шансы невелики, когда флейми разносят, даже Симпл не нужен, Симпл говорит, что Снекс страйкард, Снекс говорит, always, always, всегда, всегда, говорит Снекс, вот у него орудие войны, орудие Терминатора, поэтому судный день, скорее всего, все-таки не настанет, если у Снекса будет эксемочка, ну что ж, Бизону, Нео, посмотрим, как они будут работать, здесь уже у нас сопротивление, соответственно, дорогие друзья, на верхней темке, кстати говоря, начинается около тоннеля, флейми пытается расконтролить АК-47, не все получается, и Виктор Войтес его моментально снимает. Снекс с базукой сейчас будет просто... Бум! Э, Бум! Алло! Ну, Бум! Ну где? Поезд сделал! Здравствуйте! Бум! Здравствуйте! Поезд не сделал, Бум, все-таки не получается у поезда, зато у Гардена получается все, трипл килл пытается... Вы посмотрите, это Тейм, боже мой, он просто чувствует Counter-Strike. Симпл, все-таки не получается Симпл, хотя он пытался связаться с космосом, но нет, не в этот раз. Virtus.pro начинает возвращаться в эту игру. Это всего лишь маленькие шажки для человека, но большие шажки для команды Virtus.pro 14-4. Ну и два раунда до победы. Virtus.pro покупает довольно-таки серьезную закупку, ну вот M249 для Снакса может повлиять на ситуацию, хотя в любом случае авики тоже работают, хотя вот и Флэйми тоже мешает сделать минус по двоим игрокам защиты и трекбола. Что это? По-моему, надо Counter-Strike провести один на дисциплину, есть обычный КС, а есть трекбольный Counter-Strike. Ты как думаешь? На руле. Самое лучшее на руле. Симпл пытается расконтролить свой девайс. Ну-ка, прострел не получается, убить бы я ли? Ничего пока не выходит. Даже ноу-зумчик не залетает Флэйми, просто настреливает за всю свою команду. Остается! Ого, слушайте, белый ты сейчас может встрять. Подожди, подожди, Бьяли, я думаю, справится здесь, все-таки справляется Бьяли, надо развернуться, надо делать, эйс! Эйс от Бьяли! Удальше слева! Эту эйс от Бьяли! Бьялинский делает этот раунд для команды. Virtus.pro игра приостановлена, потому что Counter-Strike не может справиться с этими эмоциями. Бьяли говорит, я вообще пошел отсюда, я просто the god of all the gods. Жестокая правда, но проверять мы ее, конечно, не будем. Да, но мы подождем. Мы подождем вместе с вами, дорогие друзья, мы подождем вместе с вами. Как вам этот шоу-матч? Как вам? Напишите в чате единичку, если очень нравится, двоечку, если просто нравится, троечку, если норм. И четверочку, если это ваш типичный тиммейт, матчмейкинги, четверочку, пожалуйста, ставьте, нормально будет. Четверочка тоже неплохая. На самом деле, вот, насчет руля, я бы согласился с тобой только лишь по одной причине, что горизонтально, то есть ты в КС, ты по на голову нацеливаешься, и все, ну, люди присядут, но все, мимо ты в любом случае умираешь, а если как бы будут стоять, и в голову попадать, то нормально, чисто по СИХ крутиться, нормально же все. Трэкбол тоже неплохая штука. Небольшая пауза, Натус Винсера советуется, как видно, Иван Сухарев здесь, вместе с Ладиславом, остальные сидят, они хотят, хотят победить, вы посмотрите, вы посмотрите на эти лица, лица победителей на ваших экранах, дорогие друзья, лица победителей. Симпл, вот как раз таки в правом углу, самый, самый спокойный товарищ из всех, у него Xbox контроллер. Я напомню, дорогие друзья, всем вам, на каких девайсах, опять же, играют обе команды, пока у нас небольшая пауза, если кто-то подзабыл. Начнем с команды Virtus.pro. Кубен, он же Кубен, играет на трэкболе, плюс клавиатура. Нео играет на руле, это тот самый руль, чтобы играть в гоночке. Бьяли играет на Xbox контроллере. Кстати говоря, оси у него перевернутые, и чтобы вы понимали, то есть не все так просто, как кажется, именно так. Он настоящий, настоящий космонавт, я бы сказал, даже летчик. Виктор Войтес, он же ТАС играет на воздушной мыши, плюс клавиатуре, Air Mouse она же. Snacks на джойстике, и на этом команда Virtus.pro здесь заканчивается. Na'Vi, на TUS Vincere. Flame играет на трэкболе и клавиатура. Эдвард на колесе, руле, прошу прощения, каком колесе на руле? Симпл на колесе, действительно, Xbox контроллер с, соответственно, помененными осями. Все в наоборот. Как Алиса в Зазеркалье, только Симпл в Зазеркалье. Симпл в Xbox контроллере. Интересно получается. Guardian на воздушной мышке, плюс клавиатуре SIST на джойстике. На этом также кончаются девайсы команды Na'Vi, 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 Восстановить. С учетом вопросительного знака, это что-то в районе восстановить? Что восстановить, интересно? Возможно, хотят Virtus.pro восстановить сейчас счет на 14-14. Виктор Войтес, кстати говоря, ловит радио, радиомаяк, как вы видите. Вот он пытался направить свою антону наверх, но не получается, направляет вниз, теперь вроде горизонтально. Я думаю, что радиомаяк на самом деле он поймает, и там вот этот вот тот самый джингл, который играет на радиомаяк, по-моему, уже лет, наверное, 60, может быть, 40. Снакс тупо киборг. Ты понимаешь? Этот парень, вместо того, чтобы дергать мышкой, тупо вводит по стенам вверх-вниз, либо-вправо. У него нет такой команды, как повернуть наискось. У него только вверх-вниз или вверх-вправо. Я сижу и до сих пор не могу понять, неужели на рулях нету таких вот многопозиционных штучек, нет? Чат говорит, что у Виктора Войта за aimbot, spinbot точнее. Очень похоже на правду на самом деле. Потому что, ну, как бы, обычно вы матчмейкинге не увидите людей, которые крутятся вокруг своей оси, смотря вверх. То есть, возможно, Виктор Войта снастраивает что-то, что-то вот особенное. Посмотрите, давайте. Давайте позовем Шерлока, дорогие друзья. Мы должны в этом разобраться. Здесь что-то происходит. Something is happening here. ТАС пытается. Все-таки сейчас, я думаю, настроит, и Virtus.pro будут возвращаться в эту игру. Да, конечно, счет 14-5, но все-таки польские медведи могут проснуться. Могут проснуться. О, Эдварда перекосило. Первый пошел. Эдварда уже немножко закинуло налево. Далее. Далее пока все остальные живы. Это главное. Я вот думаю, что стоит подождать. Когда же все-таки снакс, киборг проснется. Ну, тогда больше всех не повезло пока что. У Эдварда просто правая нога длиннее, чем левая нога, поэтому ему приходится наклонять голову. Никогда не видел такие ракурсы на Dusty 2. Слушай, а может быть, по приколу можно было бы команду вести, типа перевернуть еще на дисплее картинку. Дорогие друзья в чате Твича, берегите свои шеи, пожалуйста. Все, что вы видите, сейчас это иллюзия. Этого нет на самом деле. Этого нет. Проснитесь. Wake up, мистер Фримен. Wake up. Ну, ждем пока там, товарищ. Проснется. Ну, вот закупка Navi будет, конечно, не очень хорошо выглядеть на фоне закупки от Virtus.pro. Не хватает деньжа, ты будь задонатил бы им на деньги для оружия. Да, да, я думаю, я думаю, да. Вносите свою купюру. Приблизительно 38 копеек у меня есть свободных из всего того, что у меня есть, все остальное. Не будем об этом, потому что кота я уже поставил. 38 х тоже, поэтому комментирую из коробки, дорогие друзья. Прошу прощения за не очень хороший звук из микрофона. Но, увы, увы, какой? Какой есть? Navi выбирают свои орудия войны. Судя по всему, у них кончается экономика, и Virtus.pro должны бы возвращаться в следующем раунде. Долгая тактическая пауза от Navi. Сидят тупо. Тупо объясняют, наверное, как играть на своих девайсах. Вот что касается Simplow, то он пытается понять, походу, что у него там сенсой вообще, потому что то вверх, то вниз, а лево-право пока что не пробует. Может быть, Флэки хочет делать. Флэмми готов. Флэмми готовят только вот Флэмми. Один стоит, крутится лево-право, таз тоже. Ему тоже все нравится. По-моему, Таз и Флэмми, два игрока, которые должны вообще кайфовать от этого всего происходящего. У них самые улетные давай, как по мне. Мне больше всего нравятся рулья, опять же. Я тут уже говорил, на самом деле. Так, ну профессионалом руле просто тут рассказал бы. Эдварда так и перекосило, как перекосило. Мы будем за ним следить. Эдвард настолько силен, что он просто, понимаете, земля под ним начинает дрожать. И просто буквально падать. Земля, как вы знаете, земля плоская, она не круглая. Это все обман. Я состою в сообществе Flat Earth плоской земли. И сейчас вы видите на своих экранах подтверждение того, что земля на самом деле плоская. Она стоит на трех китах, которые стоят на черепахе. Таз, контроль потерян. Ужас, просто. Таза съели, зато Снак вместе с белым кубином сделали три минуса. Симпл разблевает с Наксом в ответ. Но давай посмотрим. Это Рэмбо. Это же Симпл. Первый пошел. Джон Рэмбо. Александр Костолев. Это совершенно одни и те же имена. Просто для фильма Рэмбо. Александра заставили переименоваться, чтобы он был Джоном Рэмбо. Но мы все знаем историю. То есть как бы нет смысла скрывать. Мы все знаем, дорогие друзья. Мы все знаем. Ну что ж, это все-таки раунд для команды Virtus.pro. Давайте посмотрим на таблицу. 39 на 10. Вальве, пофиксите Флейми. Он слишком хорош. Флейми убивает Хосе Кубиня. Я же говорил, он слишком хорош. Симпл работает от банки. Здесь стоит в ящике. Пока что Бьяли. Возможно, чувствует своего противника. Он не поворачивается. Вроде стандартная дефолтная позиция. Бьяли сейчас получит прям в щи за свои невероятно, невероятно фатальные ошибки. Нео, настоящий Нео. Нак-нак, Нео. Проснись, мы с тобой в реальном мире, дорогой друг. Он наворачивается от пуль, но все-таки не получается. Мана заканчивается, наверное. Что ты думаешь об этом, а не шары? Может, мана заканчивается? Ну, там мана не то, что она ее и не была. Понимаешь, Virtus.pro просто ничего не получается. Как будто бы не привыкли они к таким вещам. Ведь с этим встречаешься, там, не знаю. Может быть, они в консоли не играют. Такое тоже может вполне себе быть. Нео, а! У Нео проблемы с утверждением. Я, конечно же, не буду. Продолжаем. Может быть, здесь замешано НЛО. Съезд отваливается от Биали. Нет, точно НЛО. Зеленые человечки, я знал. Я состою еще в одном сообществе зеленых. Я знал. Всю жизнь я ждал этого момента. Вот подтверждение иноземной жизни, дорогие друзья, на ваших экранах. Тасс. Слэми вон тэп. Смотри, слэми вон тэп. А, ладно. Не вон тэп, спрей по тазу. Выход на сити. И тупо Эдвард спреет. Эдвард, хоть и перекошенный, но как бы подходит в упор. Говорит, здравого, здравого. Да, есть минус. Слэми убивает Эдварда, чтобы почувствовал любовь. Командную любовь своего тиммейта. Потому что это настоящая командная работа. И это 16-6 для команды Na'Vi. Быстро, легко и непринужденно. Они жмут друг друга руки. Натус Винсере. Лучшая команда в этом шоу-матче, дорогие друзья.